В столовой вместо сдобы пока пахнет цементом. В шестой школе не просто ремонт, перепланировка. Современные требования Санпина – изменить привычное расположение помещений. Весь процесс будет налажен так, что, например, грязная посуда не попадет в мучной цех, а человек с пирожками не будет проходить мимо того, кто режет мясо. На такое переустройство шести школьных пищеблоков пришлось потратить 28 миллионов рублей. Ремонт делают за городские деньги, и когда он закончится, проложат новую проводку, трубы и плитку. А в столовой появится новая мебель. Столы и стулья купят на деньги спонсоров-шефов. Они помогают сочинским школам уже четыре года подряд. И только закупкой мебели дело не ограничивается. В этом году спонсоры потратились на обновление фасадов и ремонт кровли. Пока не подсчитана полная сумма, но эта сумма будет равна, то есть еще в осенний период идут работы, эта сумма будет равна 20 миллионов. Они плохо поработали, вы видите, фасады кровли, и все это сделано за спонсорские средства. В Сочи за последнее время построили с нуля пять школ. Капитальный ремонт провели в 36. Стройка идет и в детских садах. Только за последнее время появились четыре пристройки на 100 мест каждая. И уже в этом году в Латаревском хосте Адлере и на Бытхе откроются новые детские сады. Всего их будет семь, а это значит, что очередь сократится более чем на полтысячи человек. Никогда в жизни и никакой муниципалитет за такую душу не брал до 2010 года. Если муниципалитет одну пристройку бы построил, то они бы были героями. К сожалению, но за это время не было построено ни одной пристройки детской. Ни одного детского сада. На будущий год тоже большие планы. В Сочи начнут возводить еще 11 пристроек, фактически новых корпусов детских садов. Если город и дальше не снизит темпов в этой работе, то через полтора года очереди в детские сады курорта исчезнут.